Дорогие друзья, я вас рада приветствовать от имени Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Радомино. На прекрасных уроках от нашего давнего партнера и большого друга, основателя и директора школы французского языка, эгосмена России в номинации «Самый массовый урок иностранного языка» Юлии Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас! У нас сегодня будет с вами урок «Французский через новости». Этот цикл мы уже проводили, он был очень успешен, он был очень полезен, и поэтому мы решили провести его для большей публики. Сейчас я покажу вам небольшую статью, прочту ее и вообще расскажу, как мы работаем. Сначала я читаю ее медленно. Ваша задача просто расслабиться, если у вас уровень больше, чем В1, расслабиться и сосредоточиться на том моменте, сколько вы понимаете материала. И не важно, что это будет 10, 15 или 20. Почему? Потому что, во-первых, если у вас совсем низкий уровень, вы будете просто слушать французское произношение, и мы будем с вами учиться читать. Если уровень побольше, потом, когда мы пройдем всю статью, вы уже можете оценить ваш прогресс по отношению к началу нашего урока, в конце, что будет. То есть можете даже нас потом найти в социальных сетях и написать, какой прогресс был. Например, что я вначале понимала только 20% статьи, а потом у меня было 40, 50, 60. У нас будет здесь несколько рубрик. Я расскажу вам о лексике этой статьи в общем. Потом я переведу статью полностью, дословно. Это будет не очень красивый перевод, но, в принципе, будет, я думаю, что понятно. Зато вы будете понимать, как построена каждая фраза. Я расскажу о лексике в целом статьи, чтобы вы могли открыть любую статью в интернете и уже понимали, как организуется сайт, если вы еще этого не делали. А в конце будет разбор, это называется граммэр и ромарки, то есть будет грамматика определенная, которая мне понравилась, не вся, по разным уровням, от А1 до Б1 практически, и плюс ромарки, какие-то такие заметки, которые, мне кажется, любопытны были бы всем. И в самом-самом конце я читаю, вы уже расслабились, вы уже не работаете и слушаете это. Запись потом мы сохраним. И еще, если вы не зарегистрированы, вы можете нам написать, мы вам вышлем документ, с которым вы можете потом пересматривать эту запись, делать пометки, чтобы у вас все это осталось. И сейчас начнем. Вы расслабляетесь, пока слушайте меня. Буду читать медленно, не беспокойтесь. Обратите внимание на то, как я артикулирую, и на то, как я выговариваю слова. Потому что французский язык многие из вас захотели учить именно потому, что он красивый, и мы будем стремиться к тому, чтобы вы именно этого красивого произношения и добились. Понивя, не волнуйтесь, что не все понимаете. Эта статья не адаптирована, поэтому это скорее нормально, это сложно. Но אנске, яarse Jerusalem будет, и вот у меня много лжи. У Multуировка. 2 amis se déguisent un bouet de balisage pour pouvoir se baigner. Carnaval. 2 amis se sont déguisés un bouet de balisage pour se baigner ailleurs et tentés d'échapper à la police un vin. Publié 11 mai 2020 à 15h37. Mise à jour le 11 mai 2020 à 15h37. 20 commentaires, 7,3000 partages. Et voilà la photo et votre photographie. Et t'as une petite photographie. Regardez, il y a un petit commentaire. 2 amis se sont déguisés en bouet pour se baigner malgré le confinement. Capture d'écran Facebook. C'est ça? Screenshot. Et voilà, l'histoire à peine croyable, mais elle a bien été confirmée à 20 minutes par les autorités. Ce vendredi, des policiers ont arrêté deux amis âgés d'une cinquantaine d'années qui se baignaient sur la plage d'Almanar ailleurs dans le Var avec sur la tête une bouette de balisage. Cet accoutrement leur permettait, en effet, en théorie, d'échapper à la vigilance des forces de l'ordre. Alors que l'accès aux plages, qui plus est la baignade, demeure interdit. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, qui immortalise l'instant, on peut voir les deux bouées humaines nager dans la mer Méditerranée, puis sortir de l'eau. Pas peu fiers avant de se faire repérer par les policiers. Les deux contrevenants ont décopé d'une amende de 135 euros pour ne pas avoir respecté le confinement en vigueur. Selon Var Matin, les auteurs des faits sont connus ailleurs pour être déshabitués de cette plage. L'on 2, interrogé par nos confrères du quotidien régional, s'est dit ravi de faire marrer les gens et de lancer, cela vaut largement 135 euros. Et voilà. Сейчас немножко вам о ней расскажу. И если вы не работали с чтением, я думаю, что вам будет интересно и про чтение почитать, потому что над акцентом нужно работать. Когда вы говорите по-французски, когда вы артикулируете, нужно, наверное, сначала немножко позаниматься с дикцией и с артикуляцией, именно для того, чтобы привыкнуть к тому факту, что во французском артикуляция намного более живая и широко открывается рот, что, в принципе, не свойственно нам, людям, говорящим большую часть времени по-русски. Так что вы сначала делаете различные упражнения. Например, вы можете даже взять карандаш, вставить его в рот вот так вот и с ним читать. Потому что, когда что-то заблокировано, другие органы пытаются компенсировать и двигаются быстрее. Когда вы карандаш уберете, то вы почувствуете, что легкость определенная у вас в дикции, в чтении присутствует. Также вы можете взять пробку. Желательно, чтобы это была пробка винная, не шампанская, потому что шампанское, она побольше. И вы вставляете вот так, не слишком глубоко, потому что вам там язык будет не повернуть. Совсем, только чтобы зубы заблокировать. И тот же самый эффект, у вас будет больше двигаться язык, больше будут двигаться губы, и вам потом, когда вы ее уже уберете, будет легче читать. Так вот, во-первых, что вы добиваетесь? Вы можете тренироваться читать эту статью, я буду читать ее помедленнее сейчас. Вы можете вытягивать все звуки немножко, как вот сейчас я делаю. Даже вот видео, если вы так прочтете, еще вниз интонацию опустите, это будет по-русски. А вы всегда вверх должны вытягивать немножко. Немножко это неестественно, даже немножко совсем неестественно. Но если вы так токнируетесь, когда сами будете читать, у вас получится естественно. Поскольку, когда люди не работали над этим и только впервые читают по-русски, первые шаги делают, у них все достаточно рублено. То есть пауза, вниз интонация, и это получается не по-французски. Так что вы стремитесь к этому. Сейчас мы словарик с вами посмотрим. И в словаре тоже отдельные слова просмотрим и порепетируем. А потом уже некоторые фразы из этого текста я вам произнесу, чтобы вам уже было полегче. Так вот, мы посмотрим слова, которые нам очень полезны, и которые помогают нам понять то, что у нас в этой статье. Первое слово — это глагол «se de guise». Вы можете делать себе пометки. Если у вас документа нет, напоминаю, вы можете написать нам в франкотеке или в школу французского языка, в конце будут контакты, и мы вам вышлем даже документ PDF, в котором будут вот эти все данные. Вы можете еще раз просмотреть этот урок. И уже это будет еще более эффективно. Так вот, глагол «se de guise» — это глагол «переодеваться». Но переодеваться не просто так. Это не то, что поменять одну одежду на другую, а именно в кого-то переодеться. Это делают, например, во время карнавала. Д'accord? Давайте с вами произнесем «se de guise en». Например, «se de guise en clune» — в клоуна переодеться. Или «se de guise en poupé» — в куклу, etc. Ensuite, «une bouée de balizage» — это у нас буйок. Вот такие, которые на море и в реках, где глубоко стоят, вот они в них переоделись и пытались, потому что издалека полиция бы не заметила, что они плавают, поскольку сейчас плавать запрещено. Сейчас статью переведем, это станет более понятно. Дальше. «Sue benné» — это купаться. Именно «купаться». Не плавать на «же», когда спортивным плаванием занимаются, а когда купаются туда-сюда, без каких-либо стремлений, чтобы побить рекорды. «Une guise en «je» читается не мягкое. Дальше. «Echapé» — «a quelque chose». «Echapé» — это кого-то избежать. «Келькун» — это такая сокращенная версия, «кто-то», а «келькушозе» — это «что-то», то есть «избежать чего-то» или «кого-то». «Лез авторитей» — это «власти», то есть местные власти, полиция, например, здесь в данном случае. «Арестовать» — это «кого-то арестовывать», и вы можете даже увидеть, у нас вот этот вот домик означает то, что раньше, когда, вот несколько лет назад, веков даже назад, после вот этой «е» стояла «с», но потом она исчезла и поставили домик в память о ней, это вот такая орфография у нас по-французски. Так вот, в принципе, можно «арестовать», «арêter» — «колько-то», «остановить», etc. Дальше, сочетание такое «être âge de» — «быть возрастом», и дальше идет, у нас было в тексте «de cinquantaine», «d'une cinquantaine d'années», то есть «около 50 лет», то есть они были, им около 50. По-русски такого слова просто нет, мы его тоже посмотрим сегодня. «être âge de» — например, «il est âge de 10 ans», «on» в возрасте 10 лет», etc. Дальше, «accoutrement» — это смешное такое одеяние, «accoutrement», именно смешное такое. Ensuite, «la vigilance des forces de l'ordre» — это бдительность. «Force de l'ordre» — это силы, которые призывают к порядку, такое собирательное, то есть вот все, кто ходит в полиция, жандармы и контролирует то, что все у нас нормально, и все правила придерживаются, вот они называются «les forces de l'ordre». «Ordre» — это порядок. Кто этот порядок, за ним следит, тот и называется «les forces de l'ordre». Ensuite, «l'accès aux plages» — это доступ к пляжам. Здесь интересно, что доступ к чему-то — «l'accès à». «L'accès à la plage», «l'accès à один plage», «l'accès à l'école», «доступ в школу», «l'accès au marché», «доступ на рынок» и так далее. Почему я на это внимание обращаю? Потому что вроде бы, казалось бы, что легко, некоторым, не всем, я знаю, что некоторым скажется сложно, но вот если вдруг кажется, что легко, все равно на этот момент нужно обратить внимание, поскольку иногда нам кажется, когда мы воспринимаем, то есть пассивно, что ну да, «l'accès au plage» и так далее. А когда сами хотим сказать, не всегда очевидно, что мы употребим правильный предлог. Французский язык — это вообще язык предлогов. Вот когда вы какое-то слово учите, желательно уже сразу подумать не просто об этом слове, как в словаре оно у нас стоит, это слово, а уже в предложении. Именно поэтому я вам даю, например, «se de guise en» — «переодеться в кого-то», «l'accès au plage» и так далее. То есть нужно это запоминать, и сразу уже вы будете контекст видеть, и в следующий раз, когда сами будете активно применять это вам, будет полегче. «Poster une vidéo» — «опубликовать какое-то видео». Это видео, которое тоже мы можем вам прислать, опубликовали в Фейсбуке, и уже газета нашла его, и в эту рубрику «ta view» — рубрика называется, то есть «Ух ты, ты видела это?» И они там смешные новости обычно размещают. Дальше, «immortaliser l'instant mort» — это смерть, а глагол «immortaliser» — это значит «обессмертить момент». То есть это немножко так с сарказмом, с иронией здесь употреблено, что два каких-то мужика 50 лет оделись в буйки и начали плавать, и это, конечно же, надо увековечить, это надо обессмертить. Никто не должен об этом забыть, потому что это очень смешно. Дальше, «un contrevenant» — видите, глагол «venir» у нас есть, а это «contrevenant», то есть это те люди, которые пошли против закона, противонарушителей закона. У нас такого русского нет слова, чтобы именно вот это сочетание у нас было. «Un contrevenant» — «нарушитель». «Ecuper d'une amende» — «ecuper» — это значит «narvаться», и вот они нарвались на «amende» — это штраф. Ensuite, «respecter le confinement», дословно уважать вот эту изоляцию, самоизоляцию, «je oublie le mot en russe» — «carantin», если они его не «respecter», значит, они его нарушают. У нас вообще это слово «respecter» часто можно «respecter les règles», уважать правила, то есть соблюдать их, «respecter les lois», уважать, соблюдать законы и так далее. А вот здесь вот нужно уважать этот карантин. Дальше, «les confrères», собратья. Здесь в контексте газет был употреблен термин, значит, это газета, которая называется «Vingt minutes», очень интересная такая вот медиа, потому что здесь разные рубрики есть, и вот они говорят о тех своих confrères, которые работают в региональном другом еженедельнике и дали его название там. Дальше, «marée» — это смеяться, веселиться и так далее. И «le confinement en vigueur» — это вот этот вот карантин действующий. К любому вообще слову «en vigueur» добавить, и то есть действующий, актуальный, но это обычно про что-то официальное говорят. И давайте теперь мы с вами поработаем на произношение. То есть сейчас мы вообще, еще раз я буду это произносить, вы хорошо это произносите, как и я, никому, надеюсь, вы не мешаете, вы открываете широко рот, и вот точно такая же интонация, как у меня, у вас должна быть она вот прям… Не беспокойтесь, потому что если вы будете сейчас зажиматься и очень тихо произносить, то получается, что и вы так привыкнете. А по-французски вообще никогда. Я когда первый раз французов увидела, мне казалось, что они слишком громко говорят, слишком артикулируют, что они неестественны. А потом, когда уже я смотрю, все на улице так говорят, значит, это скорее нормально. То есть у вас лицо должно быть прям вот так вот ходуном ходить. «O niva», давайте начнем. Наша задача сейчас даже не думать о смысле, а именно работать с артикуляционным аппаратом. «O niva». На «on» открывайте рот и не закрывайте. Если вдруг его закроете, у вас вот этот носовой звук, тут носовой «a», он будет таким забитым, гнусавым. Он никогда не гнусавый. Французский красивый, и все носовые там, наоборот, из свободы идут. Давайте еще раз. Дальше. Обратите внимание, в французском языке у нас вот есть некоторые такие сочетания есть, и эти сочетания, там только одно ударение. То есть, казалось бы, у нас четыре слова в русском менталитете, потому что пробелов четыре, пробелов три, но здесь всего лишь во французском одно слово, и в этом одном слове мы только в конце делаем ударение. И ударение во французском не такое, как в русском, оно там вытягивание. И конец вот этого слова французского произносится более четко, чем начало. Поэтому, если написано здесь «ж», ни в коем случае нельзя оглушать и произносить как «ш». Вы, кстати, можете даже сейчас включить телефон, а там диктофон, и записать себя, чтобы вы могли себе отдать отчет, потому что иногда мы себя слышим, а потом, по факту, получается, что мы вообще другое произносили на уровне звуков. Но, ну, мы не будем дальше. Это произнесем. Une bouée de balizage. Une bouée de balizage. Дальше. Еще раз. Следующее. Здесь, я вас сейчас удивлю, но здесь есть два звука «о». И вот первый звук – это закрытый «о», а второй – это открытый. В чем разница? Во французском есть ряды. Вообще, в любом языке есть ряды, но вот по французскому, когда мы учимся, мы об этом четко говорим. То есть, смотрите, одна «о» заднего ряда произносится здесь прям «о», «о», а вторая впереди «то». И получается «les autorites». Вы скажете, какая разница? Разница есть, потому что иногда даже есть слова, которые в зависимости от этой «о» означают разные вещи. Но вы не волнуйтесь, в слове «les autorites», если вы вдруг две произнесете как передние, а две как задние, разумеется, поймут, о чем речь, потому что контекст – это раз. Во-вторых, я вот об этом лично говорю только потому, что среди вас есть разные уровни, и вот, например, уровень А1, А2, не беспокойтесь об этом. А если у вас уже уровень В1, В2, то на это стоит обратить внимание, потому что мы уже стремимся к высокому идеалу и говорить как в французском. Так что давайте еще раз. «les autorites». Если у вас уровень еще совсем маленький, вы можете даже не услышать эту разницу, это не страшно. «les autorites». Дальше. Открываем широко рот. «А-ре-те-кел-кен». «А-ре-те-кел-кен». Дальше. Тоже открываем. «Эт-раге-де». «Эт-раге-де». Вит-восемь. «А-на-кут-рэ-мон». «А-на-кут-рэ-мон». «На-монг». Оставили открытым рот. «Ла-вижиланс-де-форс-де-л-ордра». «Ла-вижиланс-де-форс-де-л-ордра». Не знаю, прям, какие вам дать ассоциации, но обычно я представляю французскую речь, как какую-нибудь жиле или какую-нибудь зумную пасту. Нет никаких разрывов. Вот она идёт из вас, и вы прямо её такой вот плотной. «Ла-вижиланс-де-форс-де-л-ордра». Такой тонус должен быть. Попытайтесь. Не сразу получится. Но получится, если будете пытаться. «Ла-ксэ-о-п-ля-джа». «Ла-ксэ-о-п-ля-джа». Тоже не оглушаем. «Ла-ксэ-о-п-ля-джа». Давайте ещё раз вот это с первого по десятый произнесу для тех, кто к нам присоединился чуть попозже. «Со-де-гизэ» – переодеваться. Тут «юн», кстати, а не второго – это женский рот. «Юн-буэ-де-бализа-джа». Это у нас «буйок», тот, который на море. «Со-бене» – это «купаться». Не профессионально, не кролем-брасом, а вот просто плескаться. Детки купаются, например, или вы бесцельно, например, куда-то вокруг, недалеко от берега. «Эшапе-а-кель-кюн» – это «избегать кого-то», то есть убежать от кого-то или от чего-то. «Ли-з-а-тур-итэ» – власти. «А-рэ-тэ-кель-кюн» – арестовать кого-то. «Эт-фу-а-жэ-дэ» – быть в возрасте кого-то, то есть там дальше должен идти, например, 10-10 лет, быть в возрасте 5 лет, etc. 50 лет, как в данном тексте. «А-на-кут-фу-э-мон» – смешное одеяние, одежка. «Ла-вижэ-ланс-де-форс-де-лод-рэ» – бдительность, сил, правопорядка. Вот так можно перевести. «Л'аксэ-у-пла-жа» – доступ к пляжам. Одиннадцатая, девятнадцатая. «Постэ-ю-н-ви-де-о» – повторите за мной. «Постэ-ю-н-ви-де-о» – вверх интонацию. «И-мортализэ-лэ-стон» – слово «лэ-стон» достаточно сложное, потому что здесь у нас носовой «э», а здесь носовой «а». Если вы не работали никогда носовыми, это не страшно. Это грустно, но не страшно. Почему? Потому что у вас всё впереди. У нас на канале YouTube на нашем школьном есть видео по носовым, вы можете его посмотреть. И в русском у нас просто нет носовых, так что у вас не было шансов потренировать это. Так что если вы сейчас начнёте это делать, я думаю, что через недельки-две у вас всё получится. Главное, вот эта вот часть, там на корне языка очень много сходится. Вот если вы потренируете, то у вас всё получится. Первое в этом слове – это носовое «э», «эн», а второе «он». Они не отличаются, в принципе, артовых звуков. То есть «э», «а», только корень языка опущен. «Э», «эн», «а», «он». Получается «ля», «стон». И главное, нельзя закрывать рот, потому что он у вас закроется, и получится такой носовый звук, потому что там в нос все уйдет. Будет так достаточно плотненько, некрасиво. Давайте прочтем еще раз. «И-МО-TAL-И-SE-L'-I-IN-STANT». Следующий раз. «Аn-CONTRE-V-N-AN». «Аn-CONTRE-V-N-AN». Ensuite. «Э-КО-PE-D'UN-A-M-AND-E». «Э-КО-PE-D'UN-A-M-AND-E». Открываем еще раз. Открываем широко рот, не устану повторять, потому что вижу своих учеников в жизни, когда приходится каждые три минуты открывать рот, но они близко от меня, вы далеко, поэтому я вам напоминаю, если кому-то это полезно, буду рада. Дальше. 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 И тоже это переведу. Опубликовать видео. Дальше. Статья опубликована, у нас там было «publier», когда вот это слово от глагола «publier», там было у нас «participacer». Точно так же у нас есть глагол, который «metre a jour», это значит что-то обновлять, а там было «mise a jour» обновлено. обновлено. Это как раз таки о статьях говорят, о каких-то страницах в интернете, их нужно «metre a jour». Дальше. «en commentaire», это комментарий. Ensuite, «partager», это чем-то делиться, то есть поделитесь моей публикацией. И вот когда кто-то поделился, мы можем посмотреть, сколько человек этим поделилось, и вот это вот одно действие называется «en partage». «en partage», «en partage», и «la capture d'écran», это дословно «capte» это «squatir», это «squatir», «squatir» экран. То есть это скриншот, фотография с экрана. Давайте это тоже хорошо прочтем. «Le vocabulaire de l'article», «t'a vu», открытый, а потом закрытый, «t'a vu», «publier», «publier», «ensuite», «хорошо артикулируемо, отдыхаем». Даже вот никакого напряжения не должно быть, но рот должен широко открываться. Если у вас уровень B1, B2, но вы никогда не работали с произношением, это тоже будет полезно для вас, потому что мы улучшаем вот этот аспект. «Mettre à jour», «mise à jour», «mise à jour», «mise à jour», «un commentaire». Вперед звук должен выходить. У нас опять я вам напоминаю несколько рядов, и вот французское он прямо на кончиках губ. «Un commentaire», «partager», «un partage». В французский красиво нужно стремиться именно так, как они говорят, делать. «Un partage». Я себе рукой иногда помогаю, потому что рот не всегда опускается, а когда рука, я как бы вместе с рукой опускаю через «partage». Может быть, вам тоже поможет. «La capture des grands». «La capture des grands». И вот. И смотрите. Сейчас еще раз прочту. Что интересно. Вот это «lueva», это департамент. И что? Сейчас буду делать комментарии определенные, перевожу вам слово в слово. «Akøy», это называется «прием». То есть в данном случае это как первая страница на этом сайте. И дальше рубрика «tavu», про которую мы уже говорили. Ух ты, ты видел? Ну, это статья построена на базе видео. И видео мы вам можем выставить. Пишите обязательно. Дальше. «Covonavirus war», то есть вот история из вар. «Два друга переоделись в буйок, чтобы мочь поплавать». Дословно перевожу некрасиво, но чтобы вы прям конструкцию эту видели. «Какой-то карнавал». То есть, ну, если они переоделись, значит карнавал. И тут много фраз повторяется. Два друга переоделись в буйок, чтобы мочь поплавать «vier», название вот этого места, и попытаться ускользнуть, убежать от полиции. «An vin», напрасно. То есть у них не получилось. Дальше, посмотрите. «Publier le», когда мы про дату говорим, всегда артикль впереди ставим. И смотрите. «Le onze», просто дату. Это у нас одиннадцатый «е», а по-французски это просто мы говорим одиннадцать. «Le onze», дальше. «May 2020». О времени мы говорим, предлог «a», в десять, в пятнадцать, в шестнадцать «a», всегда. И когда мы называем часы, мы говорим сначала час, quinze, потом говорим слово «heure», и потом минуты. Но слово «минуты» само мы не произносим. quinze heures troncette. «Mise à jour», вот это обновлено. Le onze mai 2020 à quinze heures troncette. Двадцать комментариев и семь тысяч триста partage, то есть тех людей, которые поделились ими. L'histoire est un peu incroyable. История «едва-ли» «croyable», то есть ту, которую можно поверить. То есть я бы в такое не поверила. Едва-ли ту, которую можно поверить. Но она все же была подтверждена «a vingt minutes» вот этому медиа, вот этой газете, «par quem les autorités», властями. Ну, потому что они арестовали, взяли штраф и подтвердили, что так оно и было. «В эту пятницу, ce vendredi, полицейские арестовали двух друзей в возрасте около пятидесяти лет, вот это не точно пятьдесят, когда мы используем cinquantaine, это значит около пятидесяти лет, которые плавали на пляже, в каком пляже? Almanar – это вот место, то есть название этого именно пляжа, потом в этом городе и в этом департаменте. Это географические названия, если вам интересно, на карте посмотрите, потому что это тоже будет полезно, вы будете немножко ориентироваться уже в географии Фрации. Почему нет? Потому что если вы будете смотреть, например, даже погоду вдруг увидите или какой-то другой репортаж, у вас уже в голове будут образы складываться, вы уже будете смотреть это на западе, это на юге, будет на севере и так далее. Мы будем. Дальше. С. На голове. Три точки. Буйком. То есть, чтобы это вообще не нормальная пунктуация, но эта пунктуация выражает эмоции автора. Дальше. Это, этот наряд и позволил Аныши в действительности, а потом точка, в теории, ускользнуть от бдительности сил правопорядка, тогда как доступ к пляжам и который более того, то есть и более того плавание остается запрещенным. Еще раз переведу, чтобы вы понимали. То есть, речь идет о том, что такая одежда в действительности позволила им в теории ускользнуть от сил правопорядка, которые в то время, когда доступ на пляжи закрыт и тем более плавание, ну то есть купаться, не то чтобы купаться, вообще на пляж нельзя сходить. Буйком. Дальше. В видео, опубликованном в социальных сетях, которое увековечивает момент, можно увидеть два буйка человеческих, плавающих в Средиземном море, и дальше выходящих из воды. И тут интересная конструкция. Папюфьер, мы еще чуть попозже разберем, то есть они были не немного горды, потому что там, если видите, они прям танцуют, скачут, они прям такие веселые, правда не долго, но веселые. То есть они не немного горды, то есть эта конструкция показывает, что они были очень горды перед тем, как их увидела полиция. Ропере – это что-то увидеть, что сложно увидеть, вычислить. Например, можно в толпе кого-то ропере, или в каких-то, например, товаров, много товаров на полке, и вот ропере – то, что тебе нужно. И вот, несмотря на то, что они были на пляже, с этими буйками на голове, их полиция все-таки ропере. Дальше. Оба. Если бы было «д» просто, это было бы два правонарушителя, а когда с артиклем определенным переводится как «оба правонарушителя нарвались на штраф в 135 евро за то, что не соблюдали, не уважали карантин, который был актуален». То есть вот этот вот настоящий карантин наш, современный. Дальше. «Селён» – «По» – источник, то есть «Варматин» – это то, как называется вот этот ежедневник, вот эта газета ежедневная. Авторы вот этих вот дел известны в Йех, вот в этом селе, за то, что они привычны этого пляжа, то есть за всегдатае этого пляжа. Постоянно на пляж ходят, и все их в этом городе знают, в этом месте деревни, скорее всего, Йех. Дальше. Один из них, опрошенный нашими собратьями, то есть нашими коллегами из вот этого еженедельного журнала регионального, сказался, то есть сказал про себя, что он рад позабавить людей, и ещё бросил он, что это стоит больше чем 135 евро. То есть он доволен, и то, что он заплатил 135 евро – это даже мало, поскольку все очень сильно снеялись. надеюсь, что понятно, опять же, когда вы сейчас ещё статью потом попозже просмотрите, в записи посмотрите, если у вас будут материалы наши, словарики, может быть, ещё что-то, какие-то конструкции там узнаете, то вам будет вообще очень всё понятно, я думаю, надеюсь, по крайней мере. Посмотрите теперь на грамматику и левомарки. Когда мы учим какой-то французский глагол, как я уже говорила, самое эффективное – это учить его уже с какими-то конструкциями. Обычно глаголы учат с предлогами, которые следуют дальше. Эти предлоги называются «режим» на французском. У нас, кстати, тоже на YouTube есть видео про это. Так вот, попытаться сделать что-то, что обычно сложно делается – это глагол «tenté». «Tenté de faire quelque chose». И вы можете себе, опять же, сейчас выписать и, например, какие-то примеры себе личные придумать, потому что, когда вы будете личные примеры придумывать, то слова, лексические единицы, вам будет лучше запоминаться. «Tenté de faire quelque chose». Дальше. «En vain» – мне нравится это слово. «En vain» – напрасно. Просто запомните. И можете, опять же, составить себе примеры, что вы или кто-то в вашем окружении делал напрасно. «En vain». Дальше. «A peine» – это «едва ли». «Едва ли» – вот у нас было. «Едва ли в эту историю можно поверить». «En suite, c'est vendredi». У нас, кстати, тоже появилось по этому поводу видео недавно. Называется «Дни недели» в интернете, у нас в YouTube есть. Так вот, когда мы говорим про «день недели», мы не употребляем никакого предлога, а просто можно сказать «vandredi» или чтобы прямо сказать «в эту пятницу», например, «se vendredi». Причем непонятно, пятницу прошлую или будущую, если вот просто так мы видим. Все покажет глагол. То есть если после этого будет глагол в настоящем времени или в будущем, то мы понимаем, что речь идет про будущую пятницу. Вот в данном случае глагол стоял в прошедшем времени и получилось, что «se vendredi» означает «прошедшую пятницу», «в эту прошедшую пятницу». Дальше. «Une cinquantaine d'années». У нас есть в русском слово «дюжина», «двадцатка», «тридцатка», вот это «пятидесятка», мы, правда, не часто так говорим, употребляется в контексте возраста и вообще употребляется в контексте, в разном контексте. Ну вот в контексте возраста употребляется, значит, «около». Например, «il a une trentaine d'années», можно даже «dannées» не добавлять. «Imu около тридцати». И вот смотрите, «ventaine», «trentaine», «quarentaine», «cinquantaine» составляете и можете про себя сказать, как будто бы вы не знаете, сколько вам лет, или про любого знакомого. Ensuite «en théorie», в теории, обратите внимание здесь на предлог. «en théorie», предлог «en». В теории нет никакого у нас артикла. Дальше. «En effet», в действительности, на самом деле, это такое слово «логический коннектор», они во французском называются, «логические связки». Что это значит? Вот у нас в русском не так. Мы говорим, но не всегда, к сожалению, мы вот этими коннекторами свою речь обогащаем. То есть, например, французы часто говорят во-первых, во-вторых, однако, вследствие чего. Причем это в русском достаточно так претенциозно звучит, то есть, если я буду вдруг так говорить со своими друзьями, им будет казаться, что я как-то немножко слишком официально говорю. Во французском они, естественно, смотрятся вот эти коннекторы, и, в принципе, когда их слушаешь, понимаешь вот эту логику того, как они говорят, они делают паузы, например, у них слово есть «донки», каким образом, заключающие. То есть, вот это одно из них. Действительно, на самом деле, вот он так поступил, например, и так далее. Можете в интернете, например, в Твиттере, в поисковике, ввести слово «анэхэ» и посмотреть, в каких контекстах оно употребляется, чтобы вам было полегче. И эти фразы вы, опять же, можете перевести и выучить, потому что, чем больше у вас раз будет выучено, тем легче вам потом будет выходить в речь. То есть, вы этими фразами сначала будете жонглировать, можно сказать, а потом уже из них комбинировать и новые фразы создавать, особенно, если у вас хорошая грамматическая база будет. Дальше. Знакомлю вас еще с одним глаголом. Позволять кому-то что-то сделать. Вот кому-то – это «а келькем», а что-то – это «до фер келькё шоу». Ну, например, «это путешествие позволит мне, позволит моему брату познакомиться со страной». «Се вояжь permet кому, а, mon frère, моему брату, de connaître le pays» или «de découvrir le pays». Любые примеры составьте себе, чтобы вот этот предлог «а» и предлог «de» у вас запомнился, вам запомнился. Дальше. Тот же предлог. В социальных сетях – это предлог «сюр». И не только в социальных сетях. Например, просто в Фейсбуке. «Сюр Фейсбук». Давай с тобой поговорим по скайпу. «Сюр Скайп». Давай с тобой поговорим в WhatsApp. «Сюр Ватсап». Слышите, у нас в русском разные предлоги. А во французском – это «сюр» всегда. Вот то, что в интернете – это будет «сюр». «Сюр Фейсбук», «Сюр Вконтакт», «Сюр Ватсап» и так далее. Составьте себе тоже примерчики. Прям фразы длинные. Это я вам просто сказала. Предлог и социальную сеть. А вы себе какое-нибудь предложение поставите. Дальше очень интересная конструкция. Десятое. Первое, что я хотела сказать. «Местоимение О – это уровень А1, если вдруг вы не знаете. Можно увидеть». Употребляется предлог «on». «On peut» – значит «можно увидеть» и так далее. Дальше. Конструкция «voir nager». Некоторые из вас и знают это. Это уровень уже А2, B1. Если вдруг у вас этот уровень вы должны тоже слышать, знать, может быть не очень хорошо употреблять, но все равно. Так вот. В чем стоит эта конструкция? Мы берем глаголы «восприятие». Что это такое? Например, это «видеть», «слышать», «чувствовать» и так далее. Любое восприятие. Физическое, например. Любое. Так вот. И дальше употребляем инфинитив. В русском причем это переводится «как». Делаю пример. «Я вижу, как мой сосед выходит». Во французском это будет «Я вижу, мой сосед выходить». «Je vois mon voisin sortir». «Я вижу, как два мужчины плавают». «Je vois deux hommes nager». «Я слышу, как птицы поют». «Я слышу птицы петь». «Je entend les oiseaux chantait». Мне кажется, это легко. Тоже себе примеры приведите и будет интересно. Дальше. Тут как раз таки пример. «Папеуфьер» немало гордые, то есть сильно гордые. Французы вообще любят вот такое отрицание при уменьшении, которое значит обратное. Например. 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 Они говорят «памаль», неплохо, значит очень хорошо. «Папеуфьер» значит очень горды. Например. «Папеуфьер» наоборот. «Терриблю» это то, что прям отвратительно. А «папеуфьер» неотвратительно. Значит, например, если это в контексте кухни, есть невозможно. Вот про ресторан. Как там в этом ресторане? «Папеуфьер» значит ни за что туда не идите. Дальше. Двенадцатое. «Авент». Путаем мы иногда. Я надеюсь, что после этого урока вы не будете путать. Как употребляется «авент»? «Авент quelque chose» и «авент deux». В чем разница? «Авент quelque chose» после этого должно, вот после «авент» просто, должно употребляться существительное. Например. «Перед отъездом». «Авент le départ». «Перед тобой», например, «ты иди сначала». «Авент toi». Или, например, «авент le mois de janvier». «Перед январем». И так далее. То есть там должно быть существительное. Если «перед тем, как выйти», «перед тем, как поесть», «перед тем, как уехать». Это будет «авент deux» плюс инфинитив. Инфинитив – начальная форма глагола. То есть, например, «перед тем, как уехать». «Авент de partir». «Перед тем, как выйти». «Авент de sortir». «Перед тем, как поесть». «Авент de manger». «Авент de manger», «je me lave les mains». «Перед тем, как поесть», «я себе умрую руки». Такой пример тоже себе составьте. «Ансуит», «конструкция». «Се faire repérer». Интересно. А дальше тринадцатая. «Faire marer les gens». Мне тут нравится глагол «faire» плюс инфинитив. Когда у нас «faire» плюс инфинитив употребляется, это значит, что какое-то действие инициируется, и это действие, то есть действие, которое мы начинаем. Например, «faire marer les gens» – это заставить людей смеяться дословно. А если мы употребляем это с возвратной частицей «sur faire repérer», это мы что-то сделали, чтобы над нами действие совершили. Даю пример. Например, человек в тюрьме, и приходит злой инспектор и говорит «заставь его говорить». Это будет «faire le parler», то есть «делай его говорить», то есть «я инициирую действие, чтобы с кем-то что-то совершили». Или, например, ребенок не ест, и мама папе говорит «faire le manger» – «заставь его есть». Или же «faire le chanter» – «заставь его петь». Если я хочу, я какое-то действие инициирую, чтобы надо мной его сделали, это «je me fais» – «что я могу сделать?» Например, «je me fais coupé les cheveux» – «я делаю так, чтобы мне постригли волосы». Потому что если «je me coupé les cheveux» – без глагола «faire», я скажу, это значит, я беру ножницы и сама себе стригу. Я так раньше, когда французский плохо знала, говорила постоянно «je me suis coupé les cheveux» – «сама?» – они меня всегда спрашивали. «Нет, я сходила». Тогда «ah, tu te fais coupé les cheveux» – «ты подстригла себе волосы», то есть ты сходила куда-то и тебе подстригли. Точно так же «je construi ma maison» – «я строю свой дом» или «je fais construire ma maison». Мы сейчас дом строим, и вот из этой фразы, благодаря глаголу «faire» мы понимаем, что нам это кто-то строит. Мы, может быть, это очень активно и внимательно контролируем, но нам этот дом строят. Так что здесь они сделали всё, чтобы их поймали, этих двух мужчин. Дальше. Тут мне тоже две вещи важны. Это уровень уже B1, если у вас уровень маленький, пока не слушайте, отдохните, потому что я боюсь вас перегрузить, но для уровня B1 будет полезно. Хотя, кстати, для уровня A1 будет полезно, что если мы отрицаем инфинитив, мы обе части отрицания ставим перед глаголом. Например, «я хочу не ходить», например, «не ходить в магазин». «Je veux ne pas aller faire du shopping», заниматься шопингом. «Je veux не ходить», «ne pas aller au shopping». Вот тут у нас тоже так. Но дальше у нас не просто инфинитив, а инфинитив passé. И это переводится как «за то, что сделано было». «Pour ne pas avoir respecté». Вся фраза «за то, что не te blûlis». Например, «я расстроена», «я, например, на тебя обижена за то, что ты не купил». «Pour ne pas avoir dit», «что не сказал». Там, например, «la vérité, la vérité, la vérité et la vérité» и так далее. То есть вы один эту конструкцию, посмотрите, помедитируйте над ней, придумайте какие-то примеры и больше. И следующее, последнее, пятнадцатое. Глагол тут «valoir» — это «стоить», и « savoir» — это «стоит». «Largement» — это то есть «широко стоит», «с лихвой стоит». И там была у нас конструкция, что это «широко стоит» 135 евро. То есть вы знаете, что это стоит даже больше, чем 135 евро, так сильно посмеяться и так много людей посмешить. И вуаля, давайте с вами опять же сейчас могут работать все, даже если у вас уровень А1 из 15 выражений, вы запомните здесь «три», «пять», «вы молодцы». Если уже уровень у вас В1 плюс и В2, вы должны запомнить все, и все запомните, переписывая еще с примерами. Так вот, но сейчас могут работать все, мы с вами работаем над акцентом, над интонацией, вы посмотрите за мной. La grammaire et des remarques. La grammaire et des remarques. И читаем. «Tentez de faire quelque chose». «Tentez de faire quelque chose». «Апэнне». «En данais». «En théorie...» Еще раз «a» произносим. «En théorie». «En effet...» «En effet...» здесь тоже на саву, но там дальше связка идет и Эн начинает читаться «En effet, permettre à quelqu'un de faire quelque chose не стесняйтесь повторяйте permettre à quelqu'un de faire quelque chose sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux on peut voir nager on peut voir nager pas peu fier pas peu fier avant quelque chose avant de se faire repérer se faire repérer faire marrer les gens pour ne pas avoir respecté pour ne pas avoir respecté et voilà и теперь вы отдыхаете слушайте то, как я читаю обязательно расслабьтесь ваша задача понять какая прогрессия какой результат у нас сейчас то есть разница между тем когда вы слышали это чтение в первый раз и сейчас то есть моя надежда и мое такое вот желание чтобы конечно же вы больше участвовали в статье уже понимали я буду читать чуть-чуть быстрее чем я читала впервые но в принципе достаточно медленно все вы расслабляетесь вы молодцы вы хорошо поработали мы заканчиваем 15h37. 20 комментариев, 7,3 000 partages. Л'histoire incroyable, mais elle a bien été confirmée à 20 minutes par les autorités. Ce vendredi, des policiers ont arrêté deux amis âgés d'une cinquantaine d'années qui se baignaient sur la plage de l'Elmanar, ailleurs dans le Var, avec sur la tête une bouée de balisage. Cet accoutrement leur permettait, en effet, en théorie, d'échapper à la vigilance des forces de l'ordre alors que l'accès aux plages qui ploussent et la baignade demeure interdit. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux qui immortalise l'instant, on peut voir les deux bouées humaines nager dans la mer méditerranée puis sortir de l'eau pas peu fière avant de se faire repérer par les policiers. Les deux contrevenants ont découpé d'une amende de 135 euros pour ne pas avoir respecté le confinement en vigueur. Selon Var Matin, les auteurs des faits sont connus ailleurs pour être déshabitués de cette plage. L'un d'eux, interrogés par nos confrères du quotidien régional, s'est dit ravi de faire marrer les gens et de lancer, cela vaut largement 135 euros. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. нужно регистрироваться? Затем, что мы вам до начала урока сможем прислать, во-первых, эту статью, чтобы вы ее посмотрели, если хотите, а во-вторых, документ. И точно так же после этого урока, я тут заметила, например, ошибочки, опечатки мои, я их исправлю, и у вас будет документ, который будет без ошибок. И сейчас я еще тоже подумаю, может быть, я какие-то еще дополнения сделаю, то есть вам пришлют, и у вас уже будет все это под рукой, и вы будете работать. И еще, конечно же, у нас будут какие-то дополнительные рассылки, например, с видео, про которое я говорила, и про носовые мы можем вам выслать видео, и видео про какую-то грамматику, которая актуальна, тоже будет. И еще тоже наши другие новости, если вдруг мы будем что-то дальше организовать. Пишите нам обязательно свои комментарии, как вам понравился урок, потому что это очень важно, мы с вами так вот в прямом эфире общаться не можем, но ваши комментарии позволят что-то, может быть, изменить в будущих уроках, даже до 18-го и 21-го числа время есть, так что напишите, что вам больше всего понравилось, может быть, я этого больше добавлю, понравилась ли вам статья, и вообще полезно. Так что будем вас ждать. Спасибо вам большое за внимание, и до скорого!